Здравствуйте, мои дорогие друзья! Я вас снова приветствую на своем канале. Меня зовут Алла. Всех подписчиков. Подписывайтесь на мой канал. Я живу в Ташкенте. Это наш дом. 34-й, 3-й квартал Авиасазлар. Это моя квартира. И хочу сказать, что сейчас я еду в свой дом, который купила. Там мы уже позвали людей, бригаду, которые будут делать ремонт. И посмотрим, что там запланировали. Что они скажут по поводу отопления, по поводу смены титанов. Люди, очень многие прислали мне фотографии, какие нужны котлы с России. Но поедем смотреть их завтра на рынок. Посмотрим, что есть. Арестон какой есть. Братишка мне говорит, лучше бери казахский, казахского производства. Они лучше, экономичнее, мол, практичнее. И очень простые в управлении. Кто-то говорит, российские котлы берите. Поэтому, здрасте. Будем думать, что делать. И буду вам показывать. Здесь скользко, лёд, гололедится. Поэтому поедем потихонечку. Ну, хоть и снег тает, капает всё с крыш. Завтра будет потепление конкретное, сказали хорошо. Где-то градусов на 5-6. Надеюсь, всё это растает. Ну, поехали, товарищи. Машину не моем, стёкла не протираем. Холодно всё. Да, потом протрёшь. Что здесь? Снег просто тушит. Да ладно, не надо. Ничего. По той же дороге, в ту же сторону. Ой, видите, ругается машина на меня. Говорит, ремень забыла. А дети, когда ремень не одеваешь, она вот так вот. Тын-тын-тын-тын-тын-тын. И с этим ничего нельзя поделать. Дорогу снимать полностью не буду, потому что, в принципе, всё одно и то же. Единственное, что, видите, от котельной дым идёт вверх. Значит, будет хорошая погода. Всё-таки мы привыкли к теплу, и вот такой вот мороз сырой для нас немножко не очень комфортное состояние. Вон как вверх идёт. А в прошлой серии я показывала вам, прям стелился дым по низу. На уровне труб прям был. Ну, как в небо, видите, уходит вверх. Вот, в общем, открыли лёг, его будут увеличивать, там вот холодная вода. И поставим счётчик сюда, потому что... Это придётся побольше. Да, сделаем, потом закроем. Это были или сняли эти трубы? Нет, нет, это не мельчатый. Вот трубы. Это старые трубы, да? Ага, они уже всё умершие, да? Они уже белевые. Ну да, я так смотрю, уже по срезу даже. О, здесь подвал открыли. Балки вроде хорошие. То есть эти лаги... В общем, работа кипит. Трубы все срезали. Убрали, как вы поняли, они все такие убитые. Сделают, попрошу, здесь пробьют дырку, как положено, и повесят. В общем, батареи останутся, потому что батареи промоют. И сказали, чугунные хорошие, нормальные батареи. А трубы сдохшие. Поэтому трубы будем менять. Конечно, здесь всё будем снимать. Вот это вот орнаменты. И вот обои, это всё мы уберём. Полы, конечно, тоже сделаем. Сейчас они нам трубы опустят под пол. Пластиковые сделаем. Получится как отопление. Вот, ну... Там буду уже дальше показывать вам. Сейчас пойдёмте в другую комнату. Здесь тоже батарею оставляю. Трубы уже убрали. Здесь всё срезали. Всё это не нужное. То, чтобы здесь... Вот здесь пункт, накладки, срезки. Всё уберу. Вот, заменим, поставим АКВА. Розетки тоже, конечно же, дополнительные. Видим. Повесим. Кондиционер сделаем. Ну, эту комнату, в принципе... Ну, можно обои поменять. Обои поклеены хорошо. Но он будет видно. Просто, единственное, вот это декоративное мне... Ну, посмотрим, как пойдёт. Вот, это наш Юра, наш бригадир. Он у меня в квартире делал ремонт. У дочки ремонт. В общем, он у нас переходящий красное знамя. Очень хорошие ребята у него тоже. И у него ремонт очень такой капитальный и сгорание. Он всегда ответственный. Познакомьтесь, рекомендую. Ну, он, правда, у нас на распад. Здрасте. Так, Юра, надо будет, наверное, сразу сказать, где ванна, где чулок будет стоять, да, здесь? Ну, или это похоже? Да, попозже можно. Сейчас нам главное вот это разобрать, чтобы вытянуть всё. Да, хорошо. Всё вытянули. В общем, идёт у нас тут демонтаж полный. Здесь будет ванна с туалетом и душевая. И, в общем, стиральную машинку поставим. Окна будем менять, акву поставим. Вот. Сейчас ДСП снимаем. Будем засыпать и заливать уже бетоном. Делать полгода. Ну, а так будем в процессе вам показывать, что делается в этом доме. Видите, уже обои сняли, ребята, за 2 секунды. Вот. В общем, стоит только начать, а работа найдётся. Кухню тоже решили увеличить. Где-то на метр-полтора. Вот так вот увеличим. И здесь вместо окна сделаем дверь. Вход в кухню будет. И кухню сделаем на эту сторону. Повесим всё потом. Весь этот... Шкафчики, тумбочки сделаем. И крышу будем делать здесь. Удлинять сюда. Встраивать. В общем, пока так. Здесь это всё вынесется. Всё уберётся. Вот. Сегодня они там уже и ванну с туалетом демонтируют. Здесь будет кладовка. Поставится котёл. Завтра поедут покупать. И арестон будет стоять сразу. Два здесь. И также сделаю потом полочки. Поставлю сюда холодильник. Морозильную камеру. Такая у меня есть большая. Ну, это, конечно же, всё уберётся. Ну, здесь то, что хорошо. Плитку можно и не убирать. Ну, вот. Потому что как кладовка будет использоваться. Такой ремонт шибко. Чуть-чуть вот стену освежим. Ну, всё. Ну, вот это, конечно, всё уберётся. Это уберётся. Но там будет видно. Стены пока трогать не будем. Ну, потолок сделаем ещё. Ну, в общем, полный ремонт. Почти получается дома. Так что пока прощаюсь с вами. До новых видео. Пишите мне. Комментируйте. Пока-пока.